Продолжение следует... 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 визитка наша и мобильный телефон это как раз номер телефона ватсапа спасибо вам большое ой вот хорошо что я зашел с меня все снято и ответственность самое главное ну вот и все процедуры спасибо большое я могу пройти осмотреться вы не заражаете на всякий случай спрошу спасибо большое я тут перетряхнули на входе и развлекли по поводу ножей вот если у вас ножичка какого-нибудь да да но я шучу конечно неожиданно было достаточно приятно на входе в метро спасибо точности добавляет первоначальный вид здания в основном уже где-то есть входная группа это наводил иными словами это измененная часть вот это вот входная группа нет все показалось с ваших слов а наоборот извините да то что мне вот колонны это же границ хорошо спасибо большое прогуляю сейчас спасибо взаимно здравствуйте можно ли к вам пройти спасибо скажите а что это такая вот инсталляция что это что это такое я не могу понять это работа дашина такова скульптура что вы знаете идея с какой стороны правильного начали картос я думаю здесь красота форму вот в этой в этом металле с металл алюминий что каждый металл актуально в какой-то своей форме ну не были выигрышно смотрится скажем так чугун своей алюминий все жив такие текучие да он поскольку скульптура идея то есть такая оптика интересная форма да да вот он решил применить такой материал обычно он в бронзе вот это скульптура неожиданное решение очень красиво необычно необычно с точки зрения красивости скажем металла достаточно ну как бы сложная форма изобилующая каким-то там ну не скажете орнаментом какими-то вот изгибами до поворотами обычно какие-то простые формы чаще попадаются ну как вы знаете памятники финляндии какие они круг квадрат треугольника геометрические да вот правильно определение а здесь и на да да это правда и постамент достаточно страна он усиливать восприятие это конечно конечно а это вот я вижу что это продолжение до его на работы художника интересно да череп тоже известна скульптура шахматы черные фигуры это арабские войска да там судьба мы видим король да белая фигура это больше правосточного да китай и япония вот такие уборы у них головные да иначе конкурса поиск ржа это обычно а ты вот есть та самая бронза которую мне сказали да 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 тут вот в основном работа из бронзы у нас представлены бронза прекрасно слушайте здесь такая патинированность присутствует да да это конечно влияет мне это больше близко интересно да патина конечно разных оттенков бывает и она действительно влияет на восприятие работы цвет плать а тут кому то кажется например не выигрышный да но вот череп черного цвета замечательный будет мне кажется здесь он более понятен он так сказать работа формы вот металла вот это как то а вот это вот не всегда вы знаете мне всегда не хватало какого то вот определение что это все таки описание потому что я не считаю что я могу все вот понять чтобы прочувствовать а то что я прочувствую нужно первоначально понимать что это вот к чему вот это вот допустим вот верхнюю витрина да это лама с барабаном в серебре то есть у даши такого много пропитана вообще целом творчеством буддизм тематика шаманизм и культура кочевников потому что он сам из бурятии а вот поэтому у него восточная азия вот такая тематика а вот три скульптуры в одной стилистике коричневого пати очень красиво это мистерия цамп ну это посвящено празднику цамп как раз теперь вот у меня все на байкале он проходит где переплетение шаманизма буддизма и вот с масками когда люди переодеваются в разные костюмы существ мифических да например вот это череп это дракон нет вот этот дракон а это гарда из индуизма существо такое мифическая птица вот то есть персонажа в костюмах вот этих мифических существ в масках и скульптуры отражают сам тот праздник костюм вот в этом задумка но это именно как выставка его здесь или как объект который продается все таки у нас в магазине то есть он продается в работе с вами правильно продаются да разные работы не только даши другие скульпторы картины лаком миниатюра как интересно постамент прозрачный парящий да потому что лама парение духа как бы интересно он достиг да 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 но это да наш постамент стеклянный используем как чтобы скульптуры были скомпонованы скульптуры да да но кстати говоря что мне в глаза бросилась вот вот этот вот объект первый на входе вот здесь и потом вот это совершенно другая техника совершенно другой металл и так далее и вот я перевожу взгляд налево сразу что какой это теплом появила Италия значит Петербург значит дом родной понимаете сразу же какой-то вот тут ну я не знаю что это кто это паяц или кто мне сложно сказать я не разбираюсь в этом скульптура автор Арсена Виттисян он знаковый для Петербурга скульпта а его скульптура наш город украшает вот наш университет Санкт-Петербургский дворик филологического факультета и восточного факультета Живательский остров? да вот через Нилу перейти по Благовещенскому нет по Дворцовому да там где здание у нас эти коллеги и зеленый дворец А ну конечно Благовещенскому это больше конвенститетской набережной Академии искусств господи из главы вылетела в общем там во дворе стоит такая же точность структура называется она «Размышление о маленьком принце» вот и по традиции студенты книжечку кладут монетки на для удачи маленького принца в какое отношение к маленькому принцу не очень сложно вот так скульптор назвал но за счет никогда бы не подумал да поэтому очень важную информацию иметь хотя бы общую конечно в каком-то русле направить свое ощущение понимаете от объекта да у каждой конечно у каждой работе свое название свой концепт да 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 почему-то не принято это описание какое-то делать считается это не очень зурной тон я понимаю вы мне вот столько интересного рассказали я вам благодарен спасибо это все объекты они в продаже да да все можно приобрести ой простите а что это на столике лежит это лупа это лупа для чтобы рассмотреть шкатулки Федовскина мастера холл и палик тут 4 школы ну может быть вы слышали про Федовскина или палик палик конечно слышал про Федовскина брать не стану я не слышал палик советских времен да 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 а родоначальники этого жанра это Федовскин в 18 веке в Российской империи зародилось искусство в селе Федовскино там были купцы которые упощряли развитие этого искусства да талаку миниатюру называется то есть на шкатулках которая сделана с папье-маше сложная технология создания формы мастера пишут масляными красками я не слышал об этом это правда и также палик из папье-маше это шкатулки они обрабатывают шлифуют эту шкатулку грунту это готовят к нанесению краски и может быть 50 слоев краски то есть основной основной слой это например самые темные тона лак сушится все потом еще следующий слой и много-много слоев до максимальной детализации работы то есть это сложнейшее изделие предметы это полноценная живопись лакоминиатюрная вот у нас тут есть фактически музейный экспонат в каком-то смысле слова это искусство это арт-объекты есть экспозиция лакоминиатюра в русском музее там есть некоторые авторы которые представлены это наверное да не в центральном бенуа корпусе я точно не подскажу в какой части русского музея в каком центральном изобразительном искусстве от начала экспозиции это начало экспозиции иконописи вот на сайте можно посмотреть лакоминиатюру там оно точно есть вы знаете еще интересная экспозиция в ДЛТ там янтарная очень большая и вот такая фактически музей и там меня потрясло если вы будете видеть друг ДЛТ я вам рекомендую зайти не знаю сейчас там есть или нету там посвящено хрусталю вазы и они они большого размера они объемные и они очень выгодно представлены они с подсветкой я увидел я покой потерял я тут ДЛТ ходил в общем как у вас уж простите я зашел вот насладиться вот я зашел тут по делу но тем не менее я знаю что у вас здесь все интересное такое давно здесь не было но года два надо зайти ну хорошо что зашел вот я такое удовольствие получаю у меня нет музея уж извините вот но это правда вот кстати говоря прелесть в том что можно что-то приобрести это определенно да вы знаете извините я переживания детства расскажу они конечно примитивные все-таки это детство я бывал в музее мне вот в детстве нравился музей военно-морской музей мне нравился там один объект это был кинжал немецкий ему было 5 лет я безумно хотел его знаете я был последний раз там его уже не было кто-то наверно тоже его хотел ну может знаете он на выставку уехал в кое-что уже куда-нибудь да но вдруг в другой музей что-то меня дело я так расстроился куда он делся макенжальчик детства ну может на реставрацию можно забрать может быть такое ну знаете менять экспозицию периодически ну запасники я не думаю что он тогда пропал ну ладно да ладно у меня успокоить я переживал не знаю почему не переживайте я думала он а здесь как бы можно приобрести вы понимаете какая-то вещь ведь ну можно приобрести конечно официально официально понравилось да да к чему душа лежит всегда нужно подобрать в зависимости от бюджета подарка например да да вы знаете извините вот если бросить взгляд что мне первоначально понравилось вы знаете три объекта я вам хочу поделиться давайте вот мне понравился сначала мне понравилась вот эта форма во-первых форма необычная какая именно вот эта да я не понимаю из чего это я понимаю что это какая-то раковина даже я не знаю из чего это неужели папье-маше они ножники инкрустируют вот Федорскина именно да они инкрустируют перламутром шкатулки зачастую то есть достигаются внутренние свечения да 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 это другая школа это школа полу насколько я помню вот эта шкатулка а внутри роспись она еще внутри роспись послушайте вот эта часть я так понимаю папье-маше она не просвечивает а тут и что это значит если просвечивает да ну перламутрс значит значит раковина вот то есть мы видим и вот она же тут господи как вы ее держите мне страшно смотреть ну уверенно так уверенно поначалу очень страшно да 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 конечно она плотна они скользкие крайне поэтому мы берем в перчатках чтобы отпечатков не было просто но иногда лучше брать без перчаток а почему чтобы они заскользили ощущение вот связи тактильные да вот это чтобы да безопасно без перчаток поскольку они очень скользкие с ними очень аккуратно да вы знаете вторая вещь которая привлекла мое внимание и третья вторая вещь почему-то вот это я не знаю что это вот это а третья за ней ну я сейчас расскажу хотя это может быть не самое может быть нет слушайте на самом деле вот это Сергей Зотов вот тут автограф автора подпись а что это за материал я вот папье-манше тоже да ладно да ну край как будто бы фарфор складывается в такой песене да но знаете этот автор вот его брат Николай и Сергей Зотовы они славятся необычной формой шкатулок необычная форма да ой как красивый ой этот подсолнух подсолнух да потрясающе граммофон она называется да насколько я помню тут должна быть подпись они обычно да граммофон вот подпись вот видите она классически более внутри сделала на красном да 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 но форма вот эта удивительная вас не затруднит сразу же подсказать цена цена какая вот эта шкатулка стоит в долларах 1600 стоимость да такая хоть нормальные цены в нормальной валюте написано то я ее все время перевожу в евро но из долларов и евро проще перевести проще да но тут видите он у нас как разную стоимость да ну да есть меньше стоимость здесь конечно большую да вот например хорошая шкатулка Сергей Променов он мастер пейзажа из Федоски вот у него классические первонутром потрясающе видите как светится потрясающе двадцать пять тысяч рублей то есть вот на нее хорошая цена за счет ну действительно хорошая и выполнена очень качественно красиво вот со всеми традициями да да она такая более а материал из которого выполнена в Минске тоже папье-маше форма папье-маше а что дает звук покрытие дает такой звук вот чувачок да я думаю лак вообще конечно сильно надо аккуратно да 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 как бы сама заплобывается я думаю лак дает потому что очень интересно да очень детальная проработка да красный слой уникальный и за счет вот этой поверхности зеркальной зеркальной кромочки такие звук такой прямо ну она шикарная да видите ну отпечатки конечно остаются но это надо просто отполировать ну это в перчатках да ну вот она такая замечательная работа да а вот а вы на память помните вот мне интересно как правильно выразиться допустим самый бюджетный объект самый бюджетный объект ну вот из шкатулок которые мы с вами смотрим да гости приедут просто и я им как бы это что-то перескажу вот эта шкатулка я показала что она такая 250 евро 25 тысяч рублей 250 евро ну пусть будет 240 ладно евро ну ну да ну 25 фактически же 250 вернее вот это не очень дорогая шкатулка а назначение какое у нее а какое у нее назначение а вот тут сразу же первый фидоскин 98 год это вообще 98 год раритет да фролова татьяна насколько я помню она таких лиричных барышней пишет пишет очень красивая она в стиле модерн мне кажется не ар-деко ну модерн ар-деко судя по эпохе да вот сейчас интересно модерн ар-деко так уж 650 долларов вот эта шкатулка но она очень обычная практическое применение у них они хрупкие и легко поцарапать из-за вот лака поэтому тут надо смотреть самим кто-то для украшения использует тут форма такая необычная ну очки сюда не влезут потому что очки ну это первое то что мне на ум пришло но очки больше да и не то что можно демонстрировать если что-то ну цепочку золотую положишь не видно ну я так да что-то должно быть какой-то объект именно по форме который вот кончик открываете там что-то заметно вот что это может быть вот что я не понимаю но интерес какие-нибудь если вот флакончик да какие-то эксклюзивные вот хендмейт какой-нибудь ну да небольшая совсем да обычно они в таких небольших да пометанная вещь и она стоя неустойчивая но ей можно и положить она будет да она очень ну мне нравится она такая изящная вещь изящная да благородная да да и она уместна даже и лёжа на самом деле да ну то есть вот это то что стоимость такая более тут она кстати не самая простая миссия подсвечка так если на неё на месте цвета она будет переливаться золотом да да золото оно всегда эффектно выглядит да много зависит от цвета скажите пожалуйста а вот это вот небольшой объектик вот эта шкатулочка да а что вы о ней можете сказать да где двое третий лишний они же любят мастера поговорки да пословицы время от времени вот тут такая ну так бытовой сюжет и скажите а какая же цена вот допустим на это а вот это будет шкатулка высокую стоимость 3400 долларов потому что а почему она очень маленькая очень тонкая работа тончайшая то есть тут настолько подробная пропись всего вот видите одежды складки все лица и настолько тонкая вот эта инкрустация перламутром она так все доливаются а здесь инкрустация перламутра есть вот видите да вот я сейчас заметил за счет вот этой сложности работы зачастую стоимость такая то есть если маленькая работа не значит она будет меньше стоить она может еще в разы дороже поскольку очень сложно ее прописать тут еще есть несколько маленьких шкатулок очень красивый маскарад очень красивая работа вот эта да здесь тоже перламутр но вот это мне кажется весьма красивая она для меня приоритет то что перламутром добавляет глубину и эффектность 3d и лица у них как прописанное да очень тонкая работа очень много деталей мелких вот она как розы прописано тоже уникально ну то есть лилии и одеяние их дорогая она еще дороже ну вот что еще такое ой какой объект ой 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 вот это потрясающе да это скульптура скользящая красота потрясающе это маленький принц работа скульптура это один и тот таланты великолепно арсеналитисиан да великолепно какая-то недосказанность и одновременно какая-то понятность с точки зрения развития своих ощущений понимаете да я могу смотреть что-то разве пусть по-своему но какой-то процесс во мне может зародиться она конечно наливает на размышления здесь и глаза и вот эти кисти рук да и вот лицо такое вот тонкое да да каждый раз может быть с вами здесь разные сценарии восприятия конечно вот это прекрасно то есть нет какой-то застывшей формы именно ощущения несмотря на то что это бронза в ней передана такая глубина и мысль то есть как будто действительно она перед нами размышляет то есть жизнь этой работе есть несмотря на то что да бронза кажется сложно передать а тут автор эмоцию передал и бронзы бывают разные вот там да да медь бронза и вот это да да но там шина не очень гладкая у него детали разные техники конечно формы именно гладкие формы патинирование позолоченное очень интересная работа потрясающе вот это да с точки зрения покрытия это уникальная вещь у нас на той ветрене тоже Арсена есть работа вот например зеленая скульптура это работа как будто бы медь патинированная окисленная на улице интересно бронза патинированная на улице да да в этом есть своя эстетика понимаете это как ощущение времени эссуанированность понимаете что кажется что она не современная а из старинных времен к нам пришла да прекрасная но вот это работа его отца то есть у них династия сын и отец но вот Арсен который создал эту скульптуру вот принца он погиб в 2004 году сын да сын молодым погиб ничего не создаст такая трагичная очень судьба но наследие он оставил прекрасные своих скульптур а отец живь слава богу он продолжает творить ну а вот вот извините такой вопрос а почему это скажем так мы видим именно вот здесь вот именно в этом здании что называется так скажу издалека или у него много работы они демонстрируются в разных местах слушайте у него ну в разных местах в разных много работ значит да конечно их поскольку эксклюзив их не много может эксклюзивность связанная с петербургом видимо это небольшой тираж естественно в работе это выдающийся автор и его работа в частных коллекциях в основном люди приобретают поскольку автор уже ничего не создаёт да люди покупать хотим мы этого или нет но ценность от этого зависит конечно да безусловно как бы то цинично не звучало но это правда но есть авторы ладошка она достаточно объем это не совсем элегантно хотя она танцовщица может быть это я не очень разбираюсь в этом но если посмотреть на балерину скорее всего эта часть она достаточно узкая а здесь достаточно крупная часть я думаю вот это привлекло мое внимание с точки зрения щиколотка а лодыжка это что-то другое это единственное что я знаю из формы лодыжки не знаю что такое лодыжка щиколотка а вам не кажется что она крупновата ну он же это иллюстрирует эмоциональное понимание женской красоты мне кажется даже не то что национальное у каждого скульптора ведь оно не стоило да у меня скульптор работу делала женщина скульптор она реалистично передала формы спортивные ну изиаритные валерины ну фактически да как иначе руки чувственные вот эти пальцы ноги мощные но они стройные да они стройные то есть видно что конечно они ее спортивные вот это вот здесь вот мне показалась вот такая форма она мне не показалась ну она привлекла внимательно во всяком случае я понимаю да ну просто допустим вот это это более реалистичная работа да а тут мы допускаем некоторую абстрактность да какие-то свои каноны красоты у мужчины у человека у кого угодно да да это вот такая некая иллюстрация да вот национального ну вот предпочтения да да на самом деле так есть в разные кстати говоря времена и там ценности женской фигуры скажем она была разной конечно возможности там родить там и так далее и так далее все первопредки да да а потом уже скажем так послевоенная эпоха там времена шанель и так далее там уже стройная талия но после войны как александр васильев худые же все были другая уже ну конечно критерий красоты да возник а у них пышные формы да пышные щиколотки не знаю ну не пышные а широкие довольно да да интересно вот это даже я стесняюсь спросить из чего это кстати говоря табличка стоит только напротив нее ооо какой фон слушайте императорский такой да да сразу же видно вот эти вот символ да конечно символ имперской россии красное дерево стул но а кубок это ну конечно уникальная работа в местном экземпляре это это простите а что это за материал янтарь 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 по-латышски ну да 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 конечно это же прибалтийская да материал да это у нас я так полагаю Александра Крылова ну с Калининградом а а это янтарное так сказать место да 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 но при палатике они да 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 мне кажется здесь вот эти вот это не просто янтарь он подбирался вообще янтарь я не знал что он имеет разное количество градаций качества и так далее но я полагаю здесь он имеет еще интересный формат и обращая внимание фактуру внутреннюю такую помимо цвета здесь еще и первое что меня привлекло я руками не буду трогать вот и вот эта вот часть вот обратим на и такой фактурный как скол ко мне как будто бы давить хотя мне казалось что янтарь это что-то гладкое отполированное а здесь вот такая фактура вот я увидел он и вот этот камуш ну как сказать фрагменте интересно интересно очень интересно но хорошо а вот это тот элемент это тоже янтарь в центре вот это бриллиант как будто бы имитация бриллианта в центре да и дарма в центре есть такое ощущение это интернет то есть он у нас этот как но внутри камня рисунок и он как высекать его и о той стороне и получается как будто это высеченный рисунок искусственно как интересно ну вот например вот он высек я не знал что к техника существует и его то есть это делаешь и там также сделано скажите а это какого времени работа в этом случае послушайте у нас вообще работа наших современников то есть эта работа ну 22 года насколько я помню а не серебро ли это он использует серебро в своих работах бронзу вот в интерьерных композициях насколько я помню это серебро да так что то в составе будет бронза золочение иногда он антикварные используют части то есть даже так да это очень интересно очень очень интересно скажите здесь использована так или нет антиквар да послушайте это потрясающе потрясающе он занимался восстановлением инвентарной комнаты кстати говоря и и я не знал где только недавно закончили в астана 25 лет это процесс длился и она 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 выставлялась но закончили буквально вот недавно я не знал то я там много конечно авторов работ я была два года назад да но я не удивлена что только закончили вас впечатлило это честно был эффект вот этот вот этого кабинета или нет все-таки не очень интересно ну я как сказать ваша большая насмотренность ну как бы то ни было в тот момент было было впечатление а что значит тот момент а потом потом я уже начала работать галереи и тут поскольку мы работаем с этим мастером уже так ты привыкаешь да 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 видеть хотя в первое время это когда это все в новинку это вызывает очень сильные эмоции да да а спустя время это по-прежнему нравится но уже ты как к родным предметам хочет то есть ты видишь часто ты к ним привык ну вот так но там группа мастеров работал вот александр крылов был в этой группе они занимались восстановлением да потом он был хранителем хранителем течение 10 лет да он следил за состоянием то есть как янтарь поведет себя эти янтарные панно много тоже зависит от температуры да 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 как соблюдается это фактически исследование вот как поведет чтобы как-то скорректировать да он же природный материал шакаменелая смола поэтому надо понимать как раз я поведет он любит чрезмерного солнца когда да ультрафиолет сильно потом ну сухость воздуха может повлиять как бы держаться части интересно гитарной мозаики тут очень сложно скажите пожалуйста а вот уж простите я вас немножко занял ваше время скажите вот еще вопрос вот эти вот на основании вот эти вот камни которые имеют оттенок другой от янтаря это янтарь это янтарь да это тоже янтарь но а это натуральный янтарь или как-то модифицированы все-таки необычно все для янтаря обычно янтарь либо вот такой либо вот такой да я тоже обратил внимание да тут прямо такую рубин прямо вот у него он весь натуральный янтарь абсолютно но когда его обрабатывать его могут тонировать например чуть-чуть да такое действительно бывает но он натуральный абсолютно когда его добывают он более тусклый по оттенку и опытом начинают полировать и достигать обрезок а у нас да вы знаете ну у нас есть матовый янтарь он уже обработанный как же пример привести ну вот например вот не совсем до конца обработанный янтарь он чуть-чуть тусклый хотя этот эти бусы прошли обработку и он в природе сохраняя такая природная идентичность да 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 естественности такой природный да но в том числе он ну вот тут например да прекрасный шикарный бус они и обработаны а с вашей точки зрения вот какое назначение в этих бус это все-таки декор некий либо их можно вот использовать скажем так демонстрация есть предмет одежды можно конечно тут в первую очередь витрина с украшениями это конечно украшение то есть есть женщины которые очень любят крупные бусы и да ну они же очень дорогими то есть это чтобы молодой девушке которых это идет да 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 это очень тонкая работает конечно для Да, многие верят, что янтарь полезен для здоровья, часто говорят, что янтарная кислота и всё, даже её принимают внутреннюю янтарную кислоту вообще, говорят, что она много в чём помогает, я уж не знаю, но это надо внутреннюю принимать, я насчёт бульса обработанной, помогать мне или нет, не знаю. Может, они что-то выделяют? Может быть. Может быть, с этой точки зрения. В любом случае он приятный, очень тактильно, тёплый, он янтарь солнечный, правда, он не холодный. Очень многое зависит от обработки, конечно. Да, и тактильно, вот женщины носят, да, приятно, им нравится. Просто кто-то реально любит массивные бульсы, а кто-то менее броское приобретает, менее броские изделия. Элегантная вещь, вот, обмен не броских, вот эта вот, она цветная, так она современная. Да, это про свет, он 320 долларов стоит, замечательный. Весьма вот... Ну, отсылает, вы понимаете, что я хочу сказать. Да, да, вот этот блеск, этот амбьянс, он общий, скажем так. Спасибо. Ой, Федок сейчас заметил. Ну, вот тут в составе янтарь, бирюза, коралл. Тут так интересно, он ткан, не только янтарь, но вот... Вот я, да, разоревал, что это не просто так. Да, он так стильно... Не просто серебро. Весьма вот такая... Инкустация тут, да, стильно действительно смотрится, минималистично, современно. Да, да, прекрасно. В том же стиле запонки вот есть мужские. Да, 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 да. С этапной мозаикой. Была бы... Пара бы перекликалась, вот мужская мужчина и женщина. Да, девушка была бы связь. Да, очень тонкая. Конечно, браслет, а мужчина на выход в ресторан. Да, да, да. Мужчина говорит, что у мужчины какой ум это украшение, запонки и часы, всё. Ну, да. Вот. У женщины гораздо больше так. Ну, видите, мужчины у нас и браслеты приобретают, но браслеты-то, то есть, кому нравится, да? У нас есть на православную математику украшения, но тут не всем подходит. Да, да. Во-первых, есть люди, которые, ну, не придерживаются никакой конфессии. Да. И им это... они к этому равнодушны. Да. Спасибо вам большое. Я получил такое удовольствие, вы себе представить не можете. Ну, я очень рада. Вы знаете? Как к вам я могу обращаться? Ой, Анатолий. Анатолий, очень приятно. Я Вероника, менеджер. Очень приятно. Ну... Я рад, ну, можно сказать, знал, что я с вами. Спасибо. Я тоже рада. Мне подарили столько минут просто счастья. Ну, я очень рада. Вот, не знаю, что ещё добавить, я думаю, вот, понимаете, что я хочу сказать. Спасибо вам большое, огромное просто. Приходите к нам посмотреть. Ну, периодически у нас же меняется экспозиция. Новый предмет. А сколько приблизительно может длиться одна экспозиция по времени? Слушайте, я так не могу сказать. Потому что мы не меняем всё, мы можем... Да, 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 конечно, конечно, да. Или скульптуру. Или автора какого-то. Да, это всё непроизвольно получается. Ну, если заходить там раз в три месяца, например, можно что-нибудь. Я думаю, увидеть новенькое. Я раньше бывал, но я так не заходил. Мне как-то было неудобно, потому что мне казалось, что... Ну, как-то не хотелось тратить время другого человека. Потому что ожидаем ожидания того, что человек что-то купит. И поэтому хочется вкладываться в то, что человек рано или поздно приобретёт. А здесь уж я набрался наглости. Слушайте, ну, у нас же тут всегда нужно прийти, посмотреть. Да. У меня гости приезжают. Я их, безусловно, набрал. Уж не знаю, что тут они приобретут или нет. Но, вы же понимаете, тематика им это интересна. Вот шкатулки. Я их всё в ДЛТ посылал. Слушайте, ну, можно что-то, конечно, найти. У нас, да, не всё подставлено на этой витрине. У нас есть запас шкатулок. Да, в разную стоимость. Как музеи, запасники. Конечно. Ну, то, что я вам показала, да, с пейзажем. Очень хороший вариант шкатулки на подарок. Их, у нас несколько таких похожих было шкатулок. Их приобрели. Потому что стоимость хорошая. А какие, ещё раз? Ну, вот то, что я показывала, с пейзажем. 25. Ага, да, да, пейзаж, да. Вот из бюджетных вариантов, это одна из самых... Да, востребованных ценников, да. И вот пейзаж замечательный, один из самых лучших. Да. Поэтому на подарок... Плюс я уже разберёс перламутр. Перламутр, да. Перламутр, да, он как бы оживляет. Конечно. По-своему. И остальные тоже, но тем не менее перламутр, он как бы добавляет глубины, объёмы, какой-то игры, как будто бы живости какой-то. Вот ещё что, хороший вариант. Крисмас. Не переживайте, держу. 420 долларов, это... Ну, тут у нас написано, манёвр, автор. Морозко, сказка. Холуй, школа, лаково-миниатюр. Ну, это тоже там... Материал, из которого изготовлены. Ну, как и машины. Как и машины, да. Вот. Это уже к теме Нового года. Да. То есть тоже такой приятный, может быть, подарок. Понятно, ручная работа. Да. На ёлке. Да, да. Шикарно будет смотреться. Главное, не подпускать близко котов, которые мы будем уронить. Да, котов на передержку сразу же, на две недели, чтобы дома даже не было. Ну, шарик, действительно, такой, председательный. Создание искусства. Шикарно подпускать. Ну, вот это прямо для меня, безусловно, здесь всё прекрасно. Ну, вот это прямо номер один. Ну, это потрясающая, да, работа. Номер один. У нас обращают на неё внимание. Она необычная. Ну, надо, мы со временем, думаю, сделаем ей лучшее место. Потому что сейчас она… Ну, мы, к сожалению, не можем всё спустить вниз. Конечно, да. Но урон лица может быть другое было бы. Да, всё… Ведь лицо, оно тоже… Это как вот люди из себя сфотографируют. Ну, дело снизу сфотографируют, другое дело сверху. Либо так. Это имеет значение, да? Может быть, здесь тоже это имеет какое-то значение? Я не знаю. И нет. Если свет очень играет роль, то есть как поставить, её же надо с каждой стороны рассматривать. Да, да, да. Ну, и там тоже мы можем показать шкатулку, например, но скультуру уже снять сложнее, потому что она тяжёлая. Конечно, конечно, да, да. Здесь, конечно, боджист культуры, которые можно вполне подвинуть. Ну, вот это всё-таки такая некая классика наша, европейская, она мне очень близка. Но привлекло мне внимание первоначально всё-таки немножко другая вещь, но… Ну, идея, которая она в ходе, она такая, действительно… Да. Привлекательная. Да, да. Первоначально, да. Спасибо вам большое. Я так счастлив, вы не представляете. Ну, и отлично, это самое главное. Спасибо, да. Мы тут для радости, тот, что определяет этот способ, должен дарить радость в первую очередь. Да, я с вами полностью согласен. Да, нравится и вдохновляет. Да. Всё, всего доброго, до свидания. Да, Анатолий. До свидания. Да. Всё, приводите друзей. Да, они 5 января приедут, возможно, я вместе с ними подойду к вам. Подходить, может быть, тут не я, а другая девушка. Мне бы хотелось вас видеть ещё раз. Если совпадёт, будет отлично. Да. Хорошо. В любом случае, все всегда подскажут, подберут. Да. Но личный контакт, он тоже важен. Конечно. Тем более, воспоминания о приятных моментах, они немаловажны. Да, они радуют. Да, да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Да, взаимно. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Уuffle Л答Box. Увэль ЛАЯ. Увэль Лавха. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо, до свидания 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 , 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 до свидания